это питбайк он новый и у него новое название у меня все так ну ладно вы прошлый раз говорили что вам очень нравилось смотреть на море поэтому я специально поставила поближе чтобы вы не отвлекались на питбайк а любовались природой пока я тут буду рассказывать о чем-то не особенно интересном честно вам признаюсь уже надоело сидеть на картлах стоять на коленках перед этими клопами потому что ну ничего более крупномасштабного пока к сожалению не завезли ну а что касается вообще тема питбайков то она уже настолько обсосанная и всем остопротивила что каждый раз начиная видео на подобную тематику всерьез приходится подумать над тем а что же собственно говоря рассказать о том что уже в общем то всем замозолило насмерть глаза и никакого интереса не вызывает и это кстати говоря проблема не только моя но и производители которые каждый раз ломают себе голову над тем а что же в конце концов родить и чем заинтересовать покупателя поскольку все уже данын давно изобретено и лучше уже наверное не получится по одной простой причине что это постоянный компромисс веса ресурса и цены и следовательно приходится рано или поздно идти на крайние меры и уже когда есть все абсолютно на рынке нужно чем-то удивить потребителя и сказать ему что именно благодаря этим параметрам вы вынуждены купить именно нашу технику и больше никакую другую и и начинается самое интересное помимо красивой обертки приходится изобретать кое-что посложнее нежели просто какие-то там наклеечки с красивыми цветами а что-то действительно стоящее что действительно сможет противопоставить данный продукт какому-либо другому и в целом у данного бренда который гордо позиционируется как американский серьезно наши деньги на серьезно не верил вроде как получилось и учитывая то что уже с мотором ничего не получится сделать потому что это все время как я уже говорил компромисс между надежностью компактностью и в общем-то стоимостью поэтому приходится придумывать что-то вокруг этого мотора и преподносить это как веский аргумент за то чтобы купить данный питбайк главное на что производитель пытается обратить ваше внимание в случае с этим питбайком это ну как минимум наличие прогрессии которая честно признаться меня удивило по одной простой причине что мол что простите прогрессия на питбайке а нафиг она тут собственно говоря нужна так если разобраться но тем не менее я сейчас немножко покатался по нашим местному хабами и вы знаете ну сложно отрицать тот факт что вот это вот зубодробильной чисто питбайковской характерной езды на нем не наблюдается то есть действительно прогрессию они родили она принципе ничем конструктивно не отличается от своих старших собратьев по одной простой причине что уже опять же все данным давно изобретено и всего лишь нужно было давным давно отработанный механизм засунуть в компактную вилку но тем не менее такие болезни допустим как регулярный провис цепи и потом вот это вот несчастная 428 цепь которая постоянно здесь вытягивается как и на любом другом питбайке никуда отсюда не делись опять же потому что в компактную базу с короткими рычагами такими как задний маятник который несмотря на то что он из алюминия он все равно от этого длиннее не стал нужно каким-то образом засунуть хорошие хода потому что без хороших ходов наш многопочтенный питбайк превращается в ничто иное как в альфу или в дельту которая опять же тоже зубодробильной комфортностью будет вас вести по ухабу поэтому данные проблемы отсюда никуда конечно же не ушли за цепи нужно следить нужно прочитать целый талмуд на тему того как же все-таки правильно это сделать и как найти компромисс между провисом и нормальной натяжкой но это уже тема для отдельного ролика который конечно же никогда на этом канале не состоится что касается передней подвески это все тот же остопротививший всем фастейс и ничего другого здесь никогда не увидите ну как минимум в ближайшие лет 5 а может быть даже 10 по одной простой причине что опять же это все будет ценой повышение стоимости конечного продукта и исходя из этого даже не несмотря на то что уже борьба за низкую стоимость давным-давно канула в лету и стало не актуально потому как производитель прекрасно понимает что даже самый тупой потребитель рано или поздно разберется с тем что его конце концов обманывают и маняя его низкой ценой дают ему в итоге в обмен на его кровные какой-то фуфель который не живет и года поэтому в общем то мы приходим к тому к чему приходим а именно рискованному методу удорожание продукции ценой каких-то действительно стоящих плюшек и таких как прогрессия как алюминиевая подвеска или как примеру наконец-то уже к нормального полноценному воздушному фильтру который должен был здесь быть давным давно еще во время того как этот питбайк как понятие зародился но почему-то извините за гребкое словцо высран он был только сейчас инженеры продолжают изыскивать все новые и новые технические решения которые конечно же сразу незамедлительно преподносится как плюсы а по сравнению со всеми остальными брендами конкурентами такие как допустим шести болтовые крепления звезды на заднюю ступицу которая вроде как там из какой-то модной модного чего чего там но не стали алюминия в общем ну вы поняли но объективно я хочу опять же сказать я не могу молчать на эту тему что в принципе все остальные болтовые соединения не особенно так как это себя плохо показали ну есть конечно вопиющий случай но они скорее исключение нежели правило это когда уж совсем извините меня отбиток какой-то ездить на этом питбайке впрочем у нас в большинстве своем если не речь не идет про соревнования то на повседневную жизнь как правило отбитки ездят потому что это все дети родителей которые в общем-то купили своим любимым чадом нечто что позволило бы от них скоропостижно избавиться чтобы те не надоедали и не просили там чего-нибудь какую-нибудь развлекуху поэтому мы получаем огромное множество всяких шкалеров которые носятся на этих питбайках и не имеют ни малейшего представления о том что в моторе есть масло его когда-либо надо менять поэтому если взять идеальные условия использования ну ладно давайте не идеальное нормальные житейские условия использования нормального адекватного человека то и 5 болтовое соединение вполне себе нормально живет и 4 болтовые тоже ну да 6 болтов не 4 вроде как лучше но объективно если сказать то 4 болта тоже не особенно куда-либо деваются если не брать в расчет опять же альфа дельтовские технические решения такие как там а демпферные звезды и прочая лабуда которая рассыпается только по той причине что там в общем-то резина сделана из прессованного риса мягкий пластик с современным дизайном пвр рейсинг ну собственно говоря давайте говорить уже откровенно мягкие пластики используются испокон веков даже на самых ранних версиях любых питбайков потому как пластика от пластика мало чем отличается по той простой причине что все это полипропилен в редких случаях полиэтилен другой пластик здесь использовать вообще никак не удастся потому что он разлетится в щи такой как а б с а е с и а с а пластик этот пластик вообще сюда никак не годится максимум что здесь можно использовать в отдельных узлах это полиамид который обычно используется для всяких расширительных бачков где есть давление в автомобилях потом вверх и низ радиаторов на автомобилях корпусах моек высокого давления полипропилен уже давным давно заслужил свое почетное место на педестале самого прочного поэтому он ведь всегда и везде используется поэтому преподносить подобные параметры как минимум глупо потому что такой же точно пластик стоит везде на всех питбайках других брендов далее усиленная хромолибденовая рама спроектирована при помощи 3d моделирования рассчитана для установки спортивной подвески предназначена для мини мотокросса и прыжки и стойку кроссмена и бла-бла-бла много букв в цифр и всего остального но честно вам признаюсь я с трудом представляю производство которое бы обошлось без 3d моделирования даже при проектировании самого дерьмового питбайка и поэтому как бы это тоже ну скажем так такой себе аргумент я предпочитаю конкретику вот например что касается фильтрбокса здесь гордо написано фильтрбокс двухслойный элемент с быстросъемными креплениями да это действительно плюс и его сюда можно приписать потому что все остальные питбайки не имеют такого фильтрбокса там стоит немощный нулевик который нихрена не фильтрует кроме воробьев нередко рвется по той причине что здесь ему мало места он трется обо все на свете в том числе и обгоряченный патрубок выхлопной системы тут стоит нормальный человеческий фильтрбокс который соединяется с карбюратором через гофрированную трубу и хочется надеяться что он действительно продлит жизнь этому мотору но учитывая тот факт что у этого мотора и так болячек хватает и я уже о них сто раз рассказывал я думаю погибнет он далеко не от того что в него попал песок а скорее всего от того что он сам просто по себе развалится потому что это и есть как я уже сто раз говорил компромисс между мощностью и прочностью так секундочку граждане сейчас я приму для себя удобную позу да вот так вот это я понимаю уже это на что-то похожее на нормальный обзор человеческий и так у нас здесь еще есть анти буксаторы собственно вот он этот болтик и честно вам признаюсь что по сути сейчас расстегну тут что-то жарко по сути их было бы неплохо иметь два это из личного опыта потому что вообще буксаторов в принципе мало не бывает то что он здесь есть это уже плюс но опять же нельзя этот плюс преподносить как исключительный аргумент в пользу покупки конкретно данного питбайка поскольку уже многие бренды данным давно прибегали к таким трюками я вам скажу что трюк вполне себе годный и нужный особенно когда вы едете на низком давлении где-нибудь в серьезном в серьезном грязи и если у вас камера вдруг пробилась то он вам поможет потому что если вы залезли в какое-то действительно какие-то серьезные говно то получается так что камера уже не держит покрышку на ободе а грязь давным-давно забилась между ободом и покрышкой все это дело конечно же относительно друг друга буксует то есть колесный диск вращается двигателем а покрышка стоит на месте и у вас как будто выжато сцепление и как говорится вы уже приехали отдельного внимания заслуживает вот этот вот стоп-сигнал который честно признаться для меня здесь вообще не ясен как феномен поскольку фара у нас нету а вот стоп-сигнал есть назначение его не ясно поскольку это даже не стоп-сигнал а габаритный огонь который включается дополнительным поворотом ключа зажигания вправо и какую функцию он выполняет не ясно то есть светить нам по сути нечем вперед когда мы будем ехать значит предподразумевается использование но как минимум я думаю прибора ночного видения или налобного фонарика зато в задницу вам точно не заедут такие же точно товарищи которые точно также без фары будут за вами ехать сзади но в общем я не знаю зачем он здесь нужен но он здесь есть и честно признаюсь что в принципе очень странное решение какой логикой руководствовались производители в данном случае мне не ясно поскольку как я уже говорил я не имею права лишить вас нашего моря красивого поэтому оператор у нас будет находиться преимущественно на одном и том же ракурсе а для того чтобы рассказать о чем-либо я буду вынужден вот так вот питбайк крутить вокруг своей оси для того чтобы сейчас этот кукурузник пролетит солнце светит ни хрена не видно если честно так сейчас резко сна виду глушитель пайп бомбу но сразу скажу глушитель как глушитель пока из него как минимум слава богу не лезет стекловата который вообще любит это делать на подобного рода двигателях ну охренеть твою мать ты вообще еще по песку проехал ну что же нам ничего не остается как продолжить поскольку я забыл мухобойку этот пердящий дирижабль будет нам регулярно досаждать ну а нам все таки как ни крути надо снять обзор и что касается глушителя если уж мы к нему возвращаемся то это такой достаточно стандартный себе пердящий пар который помогает двигаться этому питбайку помимо двигателя и какой-либо ли рестриктор здесь не предусмотрен поэтому вам доступны все децибелы как говорится из коробочки ну глушитель и глушитель но тем не менее презентация города в общем-то обращает на него внимание хотя в принципе никакого серьезного внимания собственноручно на себя не обращает поскольку это обычная банка прямоток что касается характеристик двигателя то если вдруг они вам интересно то вы смело можете пойти даже на тот же моталенд и там продается этот двигатель отдельно вся комплектующая часть которая к нему идет описано в списке и там рассказывается подробненько о том что здесь какого размера потому как этот двигатель абсолютно идентичен тому это у нас зонгшен 190 который 1п67 фмб вроде как я не уверен точно но хотелось бы верить а 1п62 фмл вот прошу прощения не особенно важная для меня информация я предпочитаю в голове хранить гораздо более важные параметры такие как допустим способность вторичного вала шестерней коробки передач и ломаться пополам попрошу пару секунд вашего драгоценного внимания поскольку море погода хорошая тепло чайки летают и а тут надо про какой-то питбайк рассказывать поэтому я опять же как говорил не будем менять ракурс и сейчас в общем-то как-то надоело я расскажу о подвеске что она имеет регулировки хотя кому это конце концов интересно кто-нибудь из вас кстати говоря хоть раз тратил свое время на то чтобы подвеску фастейс настроить вот напишите мне я допустим нет то есть я сел поехал подвеска работает уже хорошо то есть как бы если она не работает ухты хоть что крути она не будет работать как это было с одним из мотоциклов на которой уже делал обзор но только старожилы только самые внимательные в курсе про какой мотоцикл речь так что до настройки есть до подвеска работает и да она чуть-чуть мягче благодаря прогрессии благодаря наличию этого самого фастейса будет ли более нищебродская комплектация а именно power racing без приставки про хуже этого питбайка я понятия не имею и этот вопрос мне не особенно интересен поскольку в принципе тема питбайков для меня далека по одной простой причине что извините меня я метр восемьдесят пять и какой бы питбайк классный не был мне на нем просто неудобно ездить я предпочитаю полноразмерные мотоциклы поэтому в общем то мы переходим к другим темам на тему вот этой темы производитель попросил меня озвучить одну фразу которые не в состоянии запомнить поэтому с вашего позволения зачитаю данная модель для обзора предоставлена новой сетью магазинов байк фою в байк фою вас ждет огромный выбор мотоциклов аксессуаров запчастей комплектующих цены на которые приятно вас удивят поэтому при покупке каждый из вас получит подарки и бонусы и бесплатную доставку весь товар имеет гарантию и поддержку производителя хотелось бы верить оплатить покупку можно на сайте он тире line так и при получении для так а все остальное зачитывать не обязательно но все функция выполнена мне больше сейчас интересно другое то собственно говоря что написано в названии видео кто же все-таки быстрее и вот сейчас как раз этим вопросом и и займемся вы хотели продолжение покатушек с квадратом их есть у меня и как раз сейчас мы проверим кто же все-таки быстрее при том что двигатели на этих транспортных средствах абсолютно идентичные зонки 190 и зонки 190 с абсолютно одинаковыми карбюраторами единственное что отличается это система фильтрации воздуха и система выпуска но не особенно сильно а 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 с вами как и всегда был евгений матвеев я надеюсь очень что я достаточно много моря для вас сегодня показал и вы на этот раз все-таки в конце концов счастливы и нас погода все-таки порадовала ее наличием у меня к сожалению на сегодня все обязательно подписывайтесь оценивайте покажите наше море всем остальным пидбайк не обязательно всем пока а а с на а а у